доброе утро дорогие друзья приветствую вас на интерстриме трейдеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня 19 декабря 2017 года вторник давайте посмотрим как у нас прошел вчерашний день вона можно ожидать сегодня мы видим что bitcoin вчера подснизился хотя показал новый х и 19 414 но по итогу дня закрылся отрицательно сейчас стоит там же берет передышку 18 605 мы в фундаментальной части обсудим что это техническое или фундаментальная может быть некоторая проблемка ну понятно что любой растущий инструмент бывают просадки но обратите внимание за последние много и месяца последних по всяком случае сентября не было больше двух дней просадки но сейчас один день посмотрим на второй будем ждать дальнейшего рывка далее коллеги индекс доллара пера остался на открытие прошел вниз сильно вверх и смотрите вы купили его сегодня опять уже дорогу начинают а кто-то сегодня я не верю нет такого резкого желания идти на выкуп хотя этот час опять вниз как и вчера до похожая картинка такая ну вот как то не знаю у меня например уже вызывает смутное сомнение хочет ли реально доллар индекс доллара пойти вниз в этом треугольнике но посмотрим пока да пока мы никуда не вышли пока мы стоим в треугольнике но формально сейчас можно ожидать и сегодня движение вниз потому что вчерашнее движение выкупили то есть формально доллар снижается поэтому можно ожидать что валюты металла сегодня опять пойдут вверх но так уже я меньше верю в это доллар ссори американский сорт нефти вверх и вниз остался по сути на той же позиции сейчас моменте 57 37 ну где были мы вчера там пока и стоим вот моя покупка нефти пока не сработала ждем ждем верим движение наверх по американскому сорту 59 я вижу и надеюсь на это движение евро доллар друзья второй день наверх понятно реагирует на индекс фунтик второй день наверх доллар японская иена второй день пытается снижаться доллар франк второй день пытается снижаться доллар канадец слушайте но долго доллар канадец вчера все-таки закрыли в минусе целый день я ругался что он единственный рост ну закрыли в минусе сегодня тоже чуть-чуть подснижается ну так все пока в боковик можно сказать второй день боковик ждем ждем не надо чтобы доллар канадец снижался австралийский доллар второй день растет пытается пробить сильную отметку сопротивления 0.7665 новозеландский доллар вчера закрыли в минусе вот слушайте хотя он тоже бился в сильную отметку 0.7021 пытался проколоть в течение дня но нет откатили но сегодня пошел на штурм но вот вы знаете серебро и новозеландец два таких каких-то заведомо слабых инструмента их покупать надо очень осторожно золото третий день наверх в моменте 12.62 и серебро третий день наверх в моменте 16.13 но я вам говорю оно склонно как так постоянно как магнит тянет его к отметке 12.68 поэтому его бы я например покупал с максимальной осторожностью далее коллеги давайте посмотрим глобальные новости их сегодня немного такое впечатление что 19 декабря уже вступает в силу новый год но в то же время есть обостряющие факторы например северная корея друзья отказалась от переговоров с сша по ядерной программе и заявили что вашингтон вашингтону нужно мирно сосуществовать с ядерной программой кндр понятно то есть там рекорсов неизвестно как на это реагирует далее коллеги вторая новость которую бурно обсуждают европа готовится отрегулировать биткоин среди предложенных мер запрет анонимной биржевой торговли криптовалютой но как вы знаете анонимность основа успеха криптовалюты и понятно что если запретят анонимную то по сути криптовалютой закончится разница между евро и криптовалютой не станет никакой поэтому серьезно очень новость но может быть на ней кстати сегодня просаживается биток стоит но на мой взгляд готовится отрегулировать это еще не какое-то немедленное действие я думаю что рост будет для меня принципиально сегодня будет второй день минус или уже пойдет плюс вот в чем надо разница вот на этой новости мне кажется могут остановить пока сегодня биткоин если сейчас биток рванут наверх несмотря на эту новость то дальше так сказать тоже его ничем особо не остановишь далее друзья продолжает мог международный олимпийский комитет отстранять от игр лишать наград дисквалифицировать все что угодно творится вот значит алексей воевода участник олимпиады зимний в сочи 2014 года лишен наград он был и но и вот сейчас пожизненно дисквалифицирован алексей воевода это я пытаюсь помнить он в каком виде спорта бобслейст бобслей ну вот тоже еще минус 1 1 минус 1 кандидат на зимних играх вас которые начнутся в феврале южной кореи ясно что они сейчас все всех вот так вот наиболее перспективных в плане чемпионства отсеют ну и понятно что победят там на той олимпиаде другие люди хоть с флагом хоть без флага если нет лидеров понятно далее друзья коммерсант сообщил о первой кибератаке на российский банк через свифт хакеры осуществили успешную кибератаку на один из российских банков при этом средства из него впервые в стране были выведены через систему передачи финансовой информации свифт это коллеги скандал свифт говорит что хакеры не могут ничего с ним сделать никакого использовать взломать и так далее а тут смотрите какая дерзость сломали российский банк забрали деньги и вывели через легальный свифт даже неважно какой банк имя пока не упомянуто хотя очень интересно но само по себе скандал не в банке а в свифте потому что весь свифт использовали в темную как так сказать средство хищения инструмент хищения и ни одна из систем защиты не сработала как интересно тут и свифту конец сейчас будет слушайте раз все кинутся если свифт уже не дает гарантии сейчас все кинутся то есть получается вся валютная торговля под угрозой потому что свифт проводит огромные объемы по торговле валютами фиатами государственными а вот теперь получается пользу валют есть еще один большой плюс да говорят там небезопасно но теперь уже свифт не гарантирует безопасности на рынке обычной валютной торговли далее друзья x5 retail group договорилась с компанией ok по приобретении бизнеса супермаркетов компания ok одна из крупнейших продовольственных сетей россии согласилась продаться ну и получается что идет у нас укропнение то есть понятно что окей как бы у меня от хорошей жизни решил продавать окей станут перекрестками всего там на 32 супермаркета чем крупнейших городах это серьезно это большой кусок бизнеса вот но это тоже показатель по моему больших проблем розничной торговли еще раз говорю просто так магазина не продают ну а группа x5 уверена что она поднимет это направление дай бог дай бог далее друзья тинькофф банк произошел сбой далеко не первый за последние месяцы нет деньги не проходили опять говорят технические проблемы как-то зачастили технические проблемы у тинькофф банка это реально вызывает тревогу это реально вызывает тревогу друзья будьте бдительны как-то мы знаем просто что обычно следует за техническими проблемами смотрим внимательно за судьбой тинькофф банка паре друзья монета нефть марки wti две стороны у монеты buy и sell мы бросаем так кстати говоря а вчерашний день монета показывала сел у нас было сел состоялся до монета была я вчера права ну это не первый раз понятно не удивительно доход бросаем нашу монету снова buy и sell и смотрим с вами то увидит опять монета не ну подождите а может быть этот ложный пробой в сторону бая чтобы я закрылся уже так как когда говоримся нет и знаю я жду наверх монета ждет вниз я жду наверх на глобальные новости друзья значит у нас слушайте у нас уже глобальных новостей нет никаких ну там 16-30 число выданных разрешения на строительство все а А все, Новый год, Новый год к нам мчится, давайте, друзья, у нас еще сегодня один праздник большой, Денис Наумов, Уфа, Башкортостан, день рождения у него сегодня, Денис, поздравляем, счастья, удачи вам, вашему семейству, ну и, конечно, успехов в бизнесе, ждем от вас отличных результатов, а я, тем более, говорю, с особой надеждой, потому что я инвестор пан счета, друзья, Дениса Наумова, и очень надеюсь, что у него все получится, удачи, Денис, с днем рождения, давайте посмотрим, подведем итоги сегодняшнего дня, коллеги, напоминаю, что Новый год, поэтому объемы сделок поменьше, длина прохода, ожидаемая прибыль покороче, ничего уже с этим не сделаешь, все, Крисмос через 4 дня, ой, сори, через 5 дней, вот, и Америкосы уже тоже будут торговать без фанатизма, это я вам уверенно говорю, но день рождения торговая, торговать можно, еще раз говорю, объемы в два раза меньше на минимальную сумму, на лимит по входу в сделку, и дистанция, плановая прибыль, take profit в два раза короче, чем обычно, просто не то время. Ну что, друзья, биткоин взошел в плюс, я думаю, могут сегодня развернуть, индекс доллара пока в минусе, и такое впечатление, что сегодня пока, во всяком случае, вряд ли развернут, поэтому индекс доллара больше вниз, остальные валюты и металлы вполне могут подрасти по нему, на мой взгляд, исходя из этого, ну и нефть, монета, вы знаете, sell, я жду в buy, я жду в buy монету, ничего нет, никакого фактора, ни в новостях, ни сезонный фактор, все пока в плюс, по нашему базовому для России финансовому инструменту нефть. Итак, общий итог, все наверх, за исключением индекса доллара, ну и доллара в целом, вниз сегодня, как видится мне рынок. Спасибо всем большое, друзья, всем удачи.